Я думаю, что каждый из вас продает наше побережье. Я думаю, что многие из вас прекрасно знают мою страну. И знают, что это страна не только прекрасных плянек, прекрасных отелей, но это есть колыбель цивилизации, друзья мои. Это страна культуры, множество достопримечательностей, как созданных рукотворных человеком, так же и нерукотворных созданных нашим создателям. Красоты природы. И мы предлагаем вам в наш зимний период времени продолжать продавать нашу прекрасную страну. Страну, которая является колыбелью цивилизаций. Страну, которую презентуют как родина раннего христианства, святая земля. Страна, которую называют музеем под открытым небом, потому как в этой стране находится более трех тысяч античных городов и древних поселений. Страна, которую называют землей, на которой появились первые древние цивилизации, друзья мои. И у нас подготовлены есть с прошлого года продаваемые уже достаточно хорошо экскурсионные программы. Пять ночей, шесть дней, семь ночей, восемь дней, которые прекрасно продают наши гости, которые в прошлом году побывали на нашей презентации в отеле Сландер, который мы проводили также. И пользуюсь моментом сегодня, когда вас сегодня в четыре раза больше, чем в прошлом году, дать возможность дать немного информации о том продукте, который можно использовать в период зимы, зимние направления. Ну, конечно же, прекрасная полетная программа есть у многих городов России. И это можно использовать для того, чтобы развивать продуктивно и Турцию в зимний период времени. Экскурсионные программы, которые мы подготовили, работают уже в данный момент. Это Стамбул, Каппадокия, Стамбул. Это полетная программа с прилетом в город Стамбул в свободное время. На следующий день у нас перелет в регион Каппадокии, приземление в аэропорт в городе Кайсери. Переезд всего лишь сейчас до региона Каппадокии. Начинается полноценная экскурсионная программа по долинам Каппадокии, одного из красивых природных чудес света. Третье в списках самых красивых геологических образований нашей планеты является регион Каппадокии, взятый под охрану ЮНЕСКО с 1988 года. Экскурсионные программы первый день, с возможностью полета на воздушном шаре, ночевка в гостинице. Работаем с несколькими гостиницами в районе Каппадокии. Полноценная экскурсия во второй день и перелет. Продолжение следует... Продолжение следует...